Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Айша Тухаева. Смотрите выпуски «Мир вашему дому». Но селение Кахиб удивило нас не так. А скажите, сколько людей жило в том Кахибе? Мы хотим увидеть горы, мы сюда приехали именно для этого. Эти башни возводились для того, чтобы оповещать об опасности близлежащие села. Дом Хасана Хельми. Здесь две комнаты. Загадочная, древняя, невероятно красивая. Так можно сказать о многих местах в Дагестане. И каждая уникальна. Каждая имеет свою особенную историю. Историю, которую рассказываешь увлеченно тем, кто там еще не был. Именно такие чувства я испытала, побывав в селении Кахиб. Очарование старины соседствует с буйноцветущей современностью. Кахиб старый и новый. Смотрите в следующем материале. Отправляясь в Шамильский район, мы знали, что там много святынь, захоронений шейхов. Но селение Кахиб удивило нас не только этим. Картина, открывшаяся нашим взором, напоминает потаенный мир, спрятанный в горах, где всегда светит солнце, где на каждом шагу вкусные ягоды и древность. Такая, что дух захватывает. Но обо всем по порядку. Едва только въехав в Кахиб, у лесополосы мы нашли то, зачем отправлялись. В этом селении жили три известных праведника. Хасан Хельми, Мухаммад Арифа Фанди и Хабибулла Хаджи. Это сооружение возведено в память о них. Хотя похоронены они все в разных местах. Хабибулла Хаджи похоронен в своем родном селении в Кахибе. Мухаммад Ариф Фанди и его отец в верхнем Казанище. Здесь останавливаются все приезжающие в это селение для того, чтобы вспомнить этих людей, прочитать им хорошая дуа и почтить их память. Через лесополосу пролегает дорога к школе. И детишки пересекают родную чащу, не опасаясь ничего. Ведь тут все знакомы друг с другом. Тепло здороваются с каждым приезжим и, кстати, неплохо знают историю своего села. Одного из местных жителей мы попросили стать нашим гидом в прогулке к древности, которая еще лет 50 назад была для кахибцев настоящим. Сегодня они видят свое прошлое из окон современных домов. Вот там я вижу березы, да? Березовая роща. Это мечетовский. Кроме разрешения имама нельзя их рубить. А почему? Потому что это вакфу объявлено вот так. Без разрешения его нельзя. А если их струбить, то совсем лысые горы. Или что-то у него корова, или что-то умирает. А, то есть без разрешения струбленное дерево приносит вот такую неблагодать, да? Да. А скажите, вот сколько людей жило вот в том кахибе, который мы сейчас видим с вершины нового кахиба? Ну, в старом кахибе где-то 500 хозяйств там раньше. Ну, основные жили наверху, не паспич, а летное время. А в зимнее время они возвращались сюда. То есть здесь уже жили люди? Со скотом, да. Со скотом. Здесь уже жили люди, да? А здесь не жили раньше. Это где-то 200 лет как сюда переселили, да. Ну, потихоньку начали оттуда переселять, кто как мог. У кого земли здесь, у кого было возможно строить. Вот они переселились сюда раньше. Это 1850-60 годах. Уже начиналось переселение, да? Да, да, да. И закончилось летом в 1980-х годах. С того момента, как последний житель покинул старый кахиб, стены оставшихся домов на окраине начали рушиться. Крыши обвалились. Переселяясь, жители забирали из своих старых домов огромные бревна-столбы, подпиравшие крыши. Уносили обтесанные ими же камни. Кстати, камни. Таких огромных валунов я еще никогда не видела. Им, наверное, тысячи лет. На ваших глазах, вот вы здесь живете, сильное разрушение домов старого кахиба происходит? Да, действительно. То есть вы видите эту разницу? Конечно, вижу. Потому что все люди там жили, когда я помню. Да. Сколько вам было лет? То есть там люди жили, да, при вас? 16, 17, 18. Да, жили там люди. А скажите, вот вы сейчас из нового кахиба видите вот старый кахиб. Грустно вам смотреть на вот эти заброшенные дома? Это же история. Это же наши родители, предки там жили. В любом случае, это как кладбище. Ну так и получается же. Кладбище домов? Да, кладбище домов. Кахиб известен своими каменщиками. Они умели лучше всех обращаться с камнем. Кладка кахибского мастера считалась самой добротной, самой крепкой и имеет такой вид, что все увидевшие удивляются. Как? Ну как они так складывали камень к камню, что все идеально сходится по размеру. И камни складываются в живописные стены. И тут мы увидели такую изумительную картину, что не смогли пройти мимо. Мы спускались к башням Старого Кахиба. И тут нашему взору открывается такое вот красивое зрелище. Посмотрите, озеро с утками. Такое маленькое озеро с утками. Эти утки принадлежат местным жителям. Посмотрите, в этой чистой воде вот эти вот белые, красивые, чистенькие уточки плещутся. Какие красавицы. Уточки. Беленькие, красивые. После спуска к мосту мы поднимаемся к Старому Кахибу. Мои спутники уже далеко впереди. Они идут к старинным башням. Ну, а я покажу вам все, что увидела по дороге. Как раньше жили люди. Внизу коровы, скот держали. Внизу вот здесь? Да. На первом этаже? Да, на первом этаже. Наверху люди жили. Чтобы сверху холодно не было, внизу держали скот. И наверх тепло же идет. Тепло от нахождения скота согревало помещение людей, да? Да. И наверху тоже обязательно печка, что-то бывало. Он примерно какого века, года постройки и вообще существования? Ну, основно идет 4-7 век. Вот это селение, 4-7 век. То есть непосредственно этот дом примерно 7 век нашей эры. Да. И мы еще можем видеть его стены, даже двери, через которые скот входил в помещение. И через двери, через которые люди входили в свои дома. Обозначения века постройки приблизительные, но им точно несколько столетий. И при этом каменная кладка сохранилась, как и остатки штукатурки на стенах. В доме не сохранилась крыш. Стены этих домов рассказывают нам, каким был быт предков горцев в те годы. Например, камин, специальные полочки. И все, конечно же, из камня. Это ведь родина каменщиков. И, кстати, оружейников тоже. По рассказам нашего гида, местного жителя. То есть, получается, Кахиб – это селение каменщиков и оружейников. Вот эти ремесла здесь процветали испокон веков. И до сих пор есть каменщики. Но оружейников уже нет. Оружейников здесь уже нет, но по-прежнему растут ягоды. Шиповник разных сортов. Слушайте, впервые в жизни попробовала сырой шиповник. Свежий шиповник, да, не вареный. Так-то шиповниковый чай, наверное, всякий пил. Очень вкусно. Когда меня спросят, чего меня научили в Кахибе, я скажу, есть сырой шиповник. Витамин С. Я не заболею этой зимой. Шиповник разный, как яблоки с сортовой. Разный, разный. Мы приближаемся к старинной сторожевой башне. И по дороге видим руины других башен, которые тоже являлись сторожевыми. И вновь огромные валуны. Они будто притягивали наших предков-горцев сюда, своей мощью, доказывая, что здесь можно построить надежные укрытия. Огромный просто камень, слушайте. А если он сейчас упадет? Куда? На нас. Если до сих пор не упали, сейчас точно не упадет. Что-то подпирает вот этот большой камень или нет? Он вот таким образом от природы вот так стоит. Да, если до сих пор стоит, он еще будет стоять. Каменные дома, башни, каменный край. Почему столь прочный материал сопровождал всю жизнь горцев? Оборона строилась основательно. Вот как появился город башен на камнях и склонах. Нужно сказать, что шансов у врагов не было практически никаких. О сплоченности кахибского народа всем известно. Здесь даже дома говорят об этом. Потому что они настолько тесно друг к другу, близко расположены, что практически один дом переходит в другой. То есть они в любой момент могли прийти на выручку друг к другу. Плечом к плечу жили в древности жители Кахиба. Кстати, в древности селение называлось Багдаб. Сказав про склоны, я решила спуститься на один из них. И нужно признаться, удержаться было довольно сложно. Люди селились буквально в сантиметрах от обрыва. Таким образом, они спасали себя от вторжения захватчиков. Потому что проникнуть сюда было сложно. И вот там, далеко внизу, протекает речка. И там, далеко внизу, остались те уточки, которых мы снимали. Сейчас они очень-очень низко под нами находятся. И мы их уже не видим. Кстати, надписи на камнях тут не случайны. Это не могильные памятники. Их тут много, и они буквально вмурованы в стены домов. Раньше вот такие камни ставили, чтобы какое-то событие проходило в селении. Вот чтобы все знали. Писали, а вот негде было писать туда. И вот так ставили. Такое объявление, да, как бы? Ну, как-то какое-то событие, например. Хорошее событие. Люди подходили и читали, как древние газеты. И сейчас мы можем их видеть. Мы все еще на пути к старожевой башне, которая находится в хорошем состоянии. По дороге едим ягоды и встречаем туристов из Санкт-Петербурга. Тут растут вот такие вот ягоды. До этого мы ели школьник. Сейчас их практически пообедали. Очень вкусные, сладкие. А мы приехали пару дней назад с друзьями. Вот вы их только что видели. Восемь человек. Мы хотим увидеть горы. Мы сюда приехали именно для этого. Впечатление масс. Очень гостеприимно, очень красиво. Это удивительно. Я никогда такого не видела. Как будто переместилась в прошлое на машине времени. Древность в настоящем. Все выглядит, как декорации к фильму. Хочется только одного, чтобы это сохранялось как можно дольше. Говорят, что под старым Кахибом проложен подземный ход. Между домами были вот эти подземные сообщения. И подземный ход протягивался вплоть от нижней башни к верхней башне. То есть от реки до той сторожевой башни практически самой высокой точки старого Кахиба. Когда люди переезжали из старого, из древнего Кахиба на более равнинную местность вниз, на пологий склон, они забирали с собой камни, бревна, которые подпирали крыши домов, для того, чтобы из этого строить себе новые жилища. Знаете, что я заметила? Вот маленькие комнатки, маленькие улочки. Даже ягоды, которые растут на этих маленьких деревьях, они такие крохотные, такие маленькие. И вот в одной из этих маленьких улочек мы поднимаемся к той самой сторожевой башне. А она, кстати, огромная. Причем она держится без раствора, без цементного раствора. Просто на чистых камнях, сложенных вот так вот искусством каменщика, сложенных вот высотой в пятиэтажный дом, вроде бы, как говорят специалисты, что это высота пятиэтажного дома. Туристы уже поднялись на башню и варят на ее вершине кофе в походной турке. Кстати, внутри башни, просто деревянные лестницы. Оператор наш уже поднялся на холм напротив башни. Ну, а я сделала это позже всех. И не без труда, поднявшись и оглядевшись вокруг, я поняла, это того стоило. Мы взобрались на сторожевую башню старого Кахиба. Эти башни возводились для того, чтобы оповещать об опасности близлежащие села. Когда поступал враг, здесь разжигались костры. И таким образом люди узнавали о подступе врага. Люди укрывались в этих башнях. Ну, а сегодня никакой опасности нет. Сегодня у нас гости из Санкт-Петербурга. Эй! Спуститься с башни квест не из простых. Ведь для этого нужно пересекать узкие склоны. Но спуск все-таки дается легче, чем подъем. И по дороге мы можем спокойно нарвать горных трав. Из горного Кахиба везу вот горную полынь. Тут у меня пустырник, меня сорвали местные жители. И такой вот цветочек растения молодила. Будем омолаживаться. Кстати, для чего оно, напомню, успокаивает нервы? Вот. Запах довольно необычный. Пойдемте заваривать все это. Мы перешли по мосту на территорию Нового Кахиба. И сразу после подъема мы видим кладбище. При въезде в село на камне, в беседке, возле которой все останавливаются и делают дуа праведником Кахиба, есть и имя Хабибуллаха Хаджи, известного шейха. Он похоронен именно на этом кладбище в Новом Кахибе. И не только он. Улочки Нового Кахиба ведут нас к старому дому, в котором нас ждут с горячим чаем. После долгой прогулки по руинам башен и каменных домов эта передышка просто необходима. Мы, честно говоря, устали от прогулки по каменистому древнему Кахибу. И нас пригласили в гости. Честно говоря, я очень этому рада. Мы сейчас зайдем, передохнем и пойдем дальше. Внутренний дворик. Можно в обуви, да? Да, вот такой внутренний дворик, смотрите. Дому этому около сотни лет. Строили его родители, хозяйки, 90-летний Загидат. Она живет тут с двухлетнего возраста. То есть практически всю свою жизнь. Здесь многое сохранилось в таком виде, в котором это было сто лет назад. Внутренний дворик. В нем поленница для дров. Веранда на втором этаже. Полки шкафа встроены в стену и закрыты дверьми. За одной из таких находится кладовая. Загидат вспоминает свою жизнь, детство. А дочь, которая приезжает повидаться с матерью из соседнего села, угощает нас хлебом, который испекла в печи Загидат. Нам предстоит еще одна встреча. Самое важное в этой поездке. Эту книгу я прочла в самом начале изучения ислама. Хуласату ля-даб. И еще одна книга. Еще одна книга. Боруж-Лимушаин «Спасительная крепость». Ее мы проходили на факультете теологии. И там также потрясающие глубокие мысли, мудрость, которая проходит через века и актуальна во все времена. Ее написал Хасан Хельми из Кахиба. Честное слово, у меня мурашки по коже. Именно здесь он жил. Великий человек, великий ученый. И сейчас мы заходим во двор, где он принимал своих меридов и сам жил. Дом Хасана Хельми. Здесь две комнаты. Комната, в которой жил он сам, и помещение, где он принимал своих меридов. В ней многое выглядит так, как будто он прямо сейчас ожидает посетителей. Вот именно так выглядел старинный камин. Мы показывали вам его остатки в старом Кахибе, а вот он в сохраненном виде. Он вот так вот выглядит. Там дымоход, и здесь вот разжигался костер, дрова разжигались, и таким образом тепло наполняло комнату. А комната эта в Хасан Хельми. Камин, конечно же, не согревал помещение так, как это делает современное отопление. И в комнатах было довольно холодно. Тут зябко, хочется укутаться поплотнее. Но Хасан Устар сознательно не одевался тепло и не кутался, чтобы спать в холоде, и чтобы под утро было легче встать на молитву. В его книгах невероятно глубокие мысли, облаченные в доступные для понимания формы. По ним до сих пор учатся в исламских образовательных учреждениях. Их читают мусульмане по всему миру. Хасан Хельми умел наставить людей. Он сохранил множество жизней, мягко наставляя людей в очень трудные времена, ведь бунтовать против советской власти было опасно. Но, несмотря на это, он был репрессирован, даже место его захоронения неизвестно. Во дворе его дома росло дерево. Перед тем, как его увели большевики, он сказал близким, «Посмотрите на это дерево. Когда оно засохнет, знайте, меня уже нет на этом свете. Жив он или нет, официально никто не знал. Об этом узнали по дереву». В селении Верхнеказанища есть его могила, но там нет тела Хасана Хельми. Рядом с его символическим захоронением похоронен его любимый сын, Мухамадариф. Кахиб был некогда неприступным сооружением, но в нужный час он дал миру великих ученых. О них знают исламские богословы во всем мире. Кахиб – страна башен, каменных валунов, подобных которым не увидишь нигде. Это невероятно красивая панорама гор и деревьев. Кахиб дает путнику именно то, зачем он прибыл сюда. Кому-то красивый вид с башней, которым можно насладиться, попивая кофе. Кому-то возможность увидеться с родными местами и людьми. А кому-то благодать – мест, где жили великие шейхи. И откуда распространялась по всему миру научная мысль. Кахиб в любом случае не оставляет приехавшего сюда. Без дара. Ощущение, что покидаешь места, ставшие тебе уже родными. Во благо народа – это образ жизни. Образ жизни муфтия Дагестана шейха Ахмады Афанди. И награждение орденом дружбы, потому что согласие, мир, братство – это один из приоритетов в деятельности муфтия. Мир на земле Дагестана удавалось сохранять именно усилиями муфтията. Многое сделано и сделано для народа. Народная любовь и уважение в огромном количестве сопровождают его много лет. И доказательство этому – строительство духовного центра, поддерживаемое народом. И многие другие проекты, направленные на благо народа и поддерживаемые им. Духовный лидер мусульман Республики Дагестан уже более 20 лет на посту муфтия. За эти годы по его инициативе открыты и успешно функционируют десятки социальных учреждений. Проведены сотни мероприятий по развитию межконфессиональных и межнациональных отношений. В октябре 2019 года указом главы Российской Федерации муфтии Республики Дагестан награжден Орденом Дружбы – государственной наградой Российской Федерации. Выплаты после развода – это не компенсация ущерба в исламе, это поддержка уже бывшей супруги на срок, который называется сроком ИДА. Особенности этих выплат опубликованы отделом Фед в Прямо в театре Республики Дагестан. Смотрите в рубрике «То, что нам нужно знать об исламе». После развода муж обязан обеспечить свою супругу жильем на период Эдды. Помимо этого, он должен также обеспечить ее, выплатить ей мутаа. Что такое мутаа? Мутаа – это некая компенсация, либо некая подарочная сумма денежная, которую он должен выплатить ей в качестве утешения или же компенсации того морального ущерба и стрессового состояния, которое она, как правило, испытывает после развода. Муж обязан выплатить мутаа той супруге, с которой он развелся и с которой у него до развода была интимная близость. Также муж обязан выплатить мутаа той супруге, брак с которой развели в судебном порядке и развели по его вине. Например, он совершил вероотступничество и так далее. Размер мутаа определяется при обоюдном согласии супругов. Однако желательно, чтобы сумма этой компенсации была не меньше стоимости 100 с небольшим граммов серебра. Также желательно, чтобы сумма этой компенсации не превышала половину стоимости общепринятого махра. Если все же супруги не могут прийти к взаимному согласию и у них возникает спор, то они обращаются к имаму, который установит сумму этой компенсации, учитывая материальное положение и достаток супруга и социальный статус женщины. Забота о женщине, ее положении в обществе, ее благосостоянии весьма важны в исламе. Другое дело, что не всегда они соблюдаются. И этот недостаток нельзя относить к религии. Это недостаток людей. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на новой неделе. И только с хорошими новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова